Девушки отдыхают Я никогда не сомневалась в его доброте, как сейчас. Простите, мэм, я не хотел вас напугать. Мэм, вы в порядке? В порядке. Позвольте, я помогу вам убрать это. Вы выглядите не очень хорошо. Всё нормально. Вы можете идти. Я сама справлюсь. Мэм, это же по моей вине. Послушайте, чего вы хотите? Я лишь хотел помочь вам убрать это. Нет. Зачем вы пришли? Вы что-то продаёте? О, я принёс вам книги. Меня это не интересует. Уделите мне минутку. У меня есть замечательные книги для ваших детей. Романтические новеллы для вас. И думаю, ваш муж в восторге от книг о спорте. Мой муж умер. Я старею и не всегда хорошо слышу. Что вы сказали? Думаю, вам понравится. Я сказала, мой муж умер. Ой, я не хотел лезть не в своё дело. Я очень сочувствую вашей утрате. Простите, что потревожил. Мэм? 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 Что случилось? Аккуратней, мисс. Кто сказал, что вы можете войти в мой дом? Мэм, вы отключились прямо на полу. А ещё сильно ударились головой. Видите? Не волнуйтесь. Можете отвезти меня на кухню. Мне нужно выпить кофе. Конечно. Кофе вон там. Я знаю. Я заварил свежие, пока вы были в отключке. Думаю, он приведёт вас в чувство... А сколько я была в отключке? Ну, минут 15, мне так кажется. А где у вас ложки? Нет. Простите. Ложки в том ящике. Мэм, вы уверены, что вы в порядке? Как я уже говорил, выглядите вы не очень хорошо. Наверное, сегодня просто тяжёлый день. Бедняжка. У меня тоже бывают такие. А я могу вам чем-нибудь помочь? Нет. У вас же не будет ещё одного обморока. Не так ли? Нет, думаю, всё будет хорошо. Сегодня просто жарко. О да, вы правы. Так, и кто же вы? Я никогда раньше не видела вас здесь. Я торговец. Хожу по домам и продаю книги. Очень просто. Вы здесь недавно? Да, можно и так сказать. То есть вы продаёте книги и так зарабатываете на жизнь? Жизнь – это не только продажа. Я пытался вам продать кое-что у двери, но не совсем получилось, не так ли? А когда я увидел, как вы упали. Меня учили всегда помогать людям, которым нужна помощь. Что я должен был делать? Я благодарна вам за вашу помощь. Продажа книг – это хороший бизнес? Вам хватает? На мои потребности. Иногда, когда дверь ухлопают прямо перед носом, это часть бизнеса, как ни круте. А знаете, я, пожалуй, пойду. Я и так занял очень много вашего времени. Я лучше пойду, правда. А вы подумайте о том, чтобы немного отдохнуть. Вообще-то, если вы хотите остаться и допить свой кофе, я буду не против. Думаю, я могу остаться еще на минутку. Хорошо немного спрятаться от солнца. И это хороший кофе. Я прожил там почти всю жизнь. А вы? Вы всю жизнь прожили здесь? Да, у меня были три старшие сестры и младший брат. Мы жили на этой же улице, и нам было очень весело. Мы играли с разбрызгивателями так же, как и дети сегодня. Но затем я вышла замуж, и мы все разъехались. Так случилось после моего замужества. Семья и работа разбросали их по миру. Им не понравился мой муж. Маме и папе тоже. Но почему? Они говорили, что он животное. Но это неправда, он был совсем не таким. Прямо перед свадьбой они все уехали и больше не возвращались. Так же поступили и мои друзья. Но я очень его любила. Как кто-то может так сильно ненавидеть другого человека, чтобы отречься от своей семьи. Я вас понимаю. Я сам через это прошел. Он все, что у меня осталось. Поэтому сейчас мне очень трудно. Дом постоянно закрыт. И я не знаю, что теперь делать. Вот. Продолжение следует. Ну, что же вы? Зачем он умер? Ну, я не знаю. Думаю, никто не знает, почему кто-то умирает. Он был ещё так молод. Я даже не успела попрощаться. Он ушёл рано утром, как обычно, а потом случился сердечный приступ. Я так скучаю, я не понимаю, почему. Не думайте, что я знаю почему. Я знаю лишь то, жизнь похожа на эту книгу. В нашей жизни тоже есть главы. Конец главы может быть радостным, счастливым, ну или грустным. Но также в конце каждой главы происходит нечто замечательное. Как бы не закончилось предыдущее, всегда начинается новое. Новая глава. Но почему книга должна закончиться? Если есть начало, то должен быть и конец. Одни книги длиннее других. Хотя иногда нам этого и не хочется. но это уже решать только автору. Мэм, я, наверное, пойду. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. О, нет, останьтесь. Мне нужно обойти еще несколько домов, пока не наступил вечер. Большое спасибо вам за кофе. Но ведь все будет в порядке? Да. Спасибо за помощь и за разговор. А вам спасибо за приглашение в дом. Давно со мной такого не было. А в дом белого человека меня вообще пригласили впервые. Мэм, у вас на полке я заметил одну книгу. Третий ряд, четвертая справа. Это хорошая книга. Почитайте ее на досуге. Господь что-то сделал в тот день. Я точно знаю, что это было. Он привел этого человека в мою жизнь. Я больше никогда его не видела. Может быть, он переехал, но я никогда его не забуду. Он был первым персонажем в следующей главе моей жизни. Воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!